После прочтения милицейских сводок о нападениях хулиганов на улице или в транспорте, кто-то приходит в панику и боится лишний раз выйти из дому, а кто-то отправляется на тренировку, чтобы овладеть навыками самозащиты. В Беларуси в моду входит разработанная в Израиле система самозащиты Кравмага. В дословном переводе с иврита – контактный бой. В жизни ситуации происходят совершенно разные. И мы должны быть готовы к самым худшим из них для того, чтобы в менее опасных ситуациях быть на высоте и никогда ничего не бояться. Мы учим защищаться, мы учим, как выходить из этих ситуаций. Ну и, собственно говоря, сегодня мы этим и занимались. Первое, чему научат на тренировке по Кравмага – избегайте физического столкновения, если это возможно. Ну а если от агрессора не получилось скрыться или с вами беззащитный человек, ребенок, нужно сражаться. Если вы окажетесь в какой-то из подобных ситуаций, которые мы сегодня разбирали, и ничего не будете делать, к сожалению, вы домой уже не вернетесь. Надо просто бороться за свою жизнь любым способом. Все, что угодно. Даже если вы не занимаетесь рукопашным боем, даже если вы не занимаетесь Кравмага, не важно. Боритесь, делайте все для того, чтобы вернуться к своей семье домой. Давление здесь, руками вверх. В теории звучит просто. В исполнении инструктора-профессионала выглядит легко и непринужденно. Да, эти приемы работают. Но есть одна тонкость. Любая техника Кравмага требует определенных навыков, как это все приобрести. Надо просто тренироваться, тренироваться и тренироваться. Многократные повторения. Чтобы начать заниматься, вам потребуется только спортивная форма и желание. Потому что основной постулат Кравмага звучит так. Любой человек способен за себя постоять, любой человек способен защититься. Поэтому Кравмага – это для обычных людей, не для спортсменов, которые тренировались годами для того, чтобы выигрывать на соревнованиях. Работай над собой, и все получится.